Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, технологічний ланцюг металургічного, автомобільного і вагонобудовничого заводу дозволяє реалізовувати цікавий проект по імпортозам'ященні. Сьоліта на металургічному заводі реалізованы інвестпраект по витворчасті чарнавой восі для рухомага составу чыгунки. Андрей Кабяков адзнашу, што витворчасть перспіктывна і ефіктывна. Продукція має високую якость і конкурентна здойнасть і будзі запатрабавана на унутраным і знішнім ринках. Цяпер неабходна ефіктывна використовуваць махчымасті гэтага обсталявання. На думку Андрея Кабякова, у Могилівського вагонобудовничого завода добрі перспіктывы для розвиття. Сьоліта прадприємства разлішиває выпустіць 700 вагонів. А в ближайший час вистіна витворча можутності продукції, яка запатрабавана на ринку до трьох тисяч адзінаку год. Сістема работы по між металургічним і вагонобудовнішим заводами, праз аутомобільны, дозволяє реалізовувати проект по імпортозам'ященні. Вони в определ'й степень работаються в тандемі. Уже колісні полуоси поставляє на Могилівський вагоно-сторітній завод «Імні Кірова». Тоже такая достаточно интересная технологічка цепочка от Могилівського металургічного завода до завода «Імні Кірова». Завод «Імні Кірова» на Могилівський вагоно-сторітній завод. На предприемствах укоранили новые технологии, но, по словам Кировника Урада, это первый подшатковый этап. Теперь промысловцам нужно подтвердить эффективность модернизации предприемств. Сейчас главное рынки, сейчас главное быть конгрентоспособным по цене, главное не уронить качество, поскольку то, что сейчас докладывалось по качеству, оно все высокий уровень конгрентоспособности. И, в общем-то, рассчитываться по тем средствам, которые были заняты в банковской сфере, те меры государственной поддержки, которые были оказаны, они все должны постепенно возвращаться. Андрей Шуляк, Сергей Карпяков, Александр Тарасов, Новины региона. 1 миллион 110 тысяч тонн сбор житаки агульны каравай у хлебороба у Могилевской области. Як поведомили у областей Хасхадши, ж него завершили 8 районов. Повысилась и средняя уроджайность 36,2 сантиметра в гектаре. Починали, нагадаем, с 35. Усягушпа в области засталось убрать 2% площу, наибольшая колькость в Могилевске, Мстиславске, Городске и Шкловске районах. У областей Хасхадши удокладнили, на допомогу господаркам Городского и Мстиславского районов пришли комбайны суседних господарок. Однако уборку спынили дожджи. Темчасом на Могилевщине заявился первый водитель, который перевез больше за 6 тысяч тонн сбор житака Витальцем Руксель, газпродприемства «Амкадорш Клоу». У Могилевским институте Министерства внутренних справ рекордный набор студентов. 150 человек ранее во установу на первый курс примали по 120-130 человек, а селета на целый взвод больше. Гэта связана у первую чергу с повышением прэстыжа профессии супрационника внутренних справ, говорить во установе. Немалы конкурсы и высокие проходные балы тому подсвержение. Не первый год у институт разом с хлопцами поступают девчаты. Их набирают уся год 20, и селета проходный бал сярут абитуриенток досягнут 335. 150 новобранцев просягнули на верность родимии белорусскому народу на легендарном Буйнинском поле. Навучаться и хлопцы, и девчаты будут по двух специальностях. Правовое забеспечение оперативно-пошуковой деянности и правовое забеспечение оховы громадского парадку. До речи, и селета институт Министерства внутренних справ полепшил свои показчики у международным рейтингу сяруду станов высшейшей адукации Беларуси силового блока. Традиционно в Жневинские дни волонтеры БРСМ ладить республиканскую акцию «У школу с добрым сердцем», головная мета, якой допомогли собраться у школу тем, хто маю гэтым потребу. До речи, лета сядноименное мероприемство допомогло собрать портфель школьникам больше чем трех десятков семья в Магилюхщине. На данный момент приблизительно с 50-60 семей уже получат тот необходимый минимум для того, чтобы дети смогли качественно подойти к образованию и к обучению. Але волонтеры спадяются, что и гэта не межа. Все лето для проведения акции обрали два буйные гандлевые центры Магилёва. Упевнены, что гэта дозволит протягнуть до добраченной акции якмага больше людей. Мы не просим покупать, что это дорогое. Мы просим купить просто ручку, тетрадку. Каждая ручка, тетрадка поможет какому-то ребенку. По крыху акций на волонтерских кошек пополняется вось. Магилючанка Наталья купила шипки, коляровую паперу, фломастеры. Кажется, дятинство бачила приклад батьков. Теперь и сама Николи не проходит мимо. Как-то вот с детства это неслось. И всегда, когда вижу такие акции, всегда стараюсь принять какое-то участие. Потому что на самом деле творить добро – это несложно. Мне кажется, для каждого пойти купить ручку, карандашик, альбом для рисования – это ничего не стоит. По удельничать у акции может каждый, кажут организаторы. Достатково у додаток до своего кошика с продуктами набыть, например, алокет и фарбы и передать их волонтерам. И это будет реально унесок у подрыхтовку до новушального года школьника с малозабеспеченной семьи. Обязательно нужно проводить такие акции. И люди будут цянуться, я думаю, и помогать. Сбор канцелярских товаров протягнется до 15 вересня. Тому я шаю с час, каб зробить добрую справу. Волонтеры чекают у гандлёвых центрах что дня с 16 до 19 годин. Долушайтесь. Алена Мельщанкова, Александр Тарасов, Новин Региона. В Могилёве за окна на 7-м по версии выпала Жанчина. Ее тело знайшли каля дома по улице Каштановой. Сгодно о попередней информации следчего комитета, 40-годовая Могилёвчанка здесь сняла самогубство. Проводить проверку призначены широк экспертиз. У правоохонников есть информация, что Жанчина ранее выказывала думки про суицид. До инших тем. Почастоваться ежей по середневековых рецептах. Примерить кальчугу, отримать майстер-класс по этно-танцам и уявить, как жили наши протки. Усё гэта можно было попробовать сделать на фестивале у Радомли. На фесте у гостя Дарадимича, уякі ладзівся у Чавускім районі четвертым разом, побывали и наши корреспонденты. Лапці мы плетём из липового лыка. Преже, чем начать плетти лапці, лыка нужно заготовить. Естественно, заготавливается тогда, когда идёт сокодвіження в дереве. Вось так Жанна Журова з Дрібінського района плетті лапці, сама і іншим показывая, як гэта робілі наші протки. А вось ткачы Могилёвського центра народной творчысті привезли у гостя Дарадимичу прототып ткацкага станка 9-го стагодзя. Не все девочки могут усіживацца на берду особенно, потому что должна быть очень большая натяжка. Посмотрите сами. Натяжка большая і обычный поясок должна быть. То есть ещё и сила нужна физическая? Физическая, конечно. На свято учаваскую радамлю завіталі гості з розных кутков Беларусі. Наприклад, удзельніки гэтага клуба гістарышна реконструкція приїхалі з Жодзіна. Так што глядачоў была махчымысь паглядзіць на вікінгаў не толькі з кінофільмаў, а мальшта на саправных. Мы не толька выступаў, мы сражаўся. Щас мы паказывалі пастановічная байна, как вы видели, што могут быть і травмы. Но можем і участваць ўже в серьёзных боях. Ідея працтаўлення пад назвай «Падарожжа ўсівую даўніну» ў тым, каб знайоміць нас со старажытными абрадами наших протков. Так гэтым разум удзельнікі театралізаванага працтаўлення паказалі і расказалі гастям фістывалю пра абрад пахавання. Унікальны совершенно празнік. Это действительно единственный празнік для Беларусі, потому што здесь возрождён быт 9-11 века. Такіх празніков на территорії спубліки Беларусь нет. Чаускі район, нам очень приятно сюда приїжать, если чёсно, потому што здесь действительно инициатива поддерживается. У наступном годі планується зарабіць фістываль більш масштабным. Дарея Семянько, Миколай Соболю, новіны регіона. Выходні дні пранесли екстрымальну колькость апатків могилёў горки і Мстислаў. Ночь з недели на понеделок тут выпала більш за 90% декадной нормы. Олесі Ноптикі прогнозуюць, што гэты тыдзень ўсёш такі будзе сухім і більш тёплым, чим попереднім. Так, яшы ў понеделок температура поветра не перэвышала 15-17 градусів. Па ўсёй в області ішлі короткочасовыя дажжі. Але ўжо зауторка дажжі разам с цыклоном адступят на ўсход. На тарыторі і в області ўстановіцца сухоя надворыя. Слупок термометра ўсніміцца да плюс 16-21. У сіроду ўжо чакаюцца плюс 17-22. У шасьвер – да 24 градусів со знаком «плюс». Па больші часы Могилёвська і в області прогнозуюцца сухоя надворія. А падкі махчымы ў паўнош на заходніх районах Могилёвщины. Усі новіны про життё в області на нашым сайте. Тавар Могилёв, Кропка, Бай. А я з вами развитвуюся. До зустрічі. Тавар Могилёв, Кропка, Бай. Тавар Могилёв, Кропка, Бай. Продолжение следует...